Друзья, всем огромный привет! Взяла камеру в руки, начинаю свое новое видео. Ой, мне кажется, я так давно вот так вот с вами не здоровалась. Я сейчас присяду. К нам приехала нянечка, взяла Настюшу. И знаете, это такая колоссальная помощь, когда кто-то может взять годовалого ребенка и пойти с ним просто погулять. И Надя написала, что она уже заснула. И я себе сегодня уже запланировала, какие дела хочу сделать. Вообще всегда пишу и стараюсь хоть по чуть-чуть из списка делать. Не всегда у меня получается все сделать. Хотя бы, знаете, три пункта сделала, уже хорошо. А мы на выходные ездили в гости к Инне. Ой, так хорошо провели время, поболтали, дети поиграли. У нас, кстати, Машенька осталась в гостях. А Инна предложила оставить Машу, Кристину и Ксюшу. Но у Кристины и Ксюши сейчас занятия продолжаются, вот этот месяц июнь. Поэтому мы их домой привезли обратно. Да и за Инну я немного переживала, потому что все-таки плюс трое детей. Хотя Инна говорит, да все будет хорошо, не переживай. Но я бы все равно переживала за Инну больше. А какие у нас новости? Настю я укладываю сейчас один раз в день. Причем, когда жарко, на улице, во-первых, долго не погуляешь. Во-вторых, очень даже спать душно. И когда не было нянечки, я приноровилась укладывать Настю у нас в комнате. У нас хорошие шторы, blackout. Они плотно закрываются. Зашториваю окна, и здесь прям темнота, красота. И с рождения Настю я вообще не укачивала на руках. И она обычно засыпала либо на груди, либо просто ее обнимаешь, она засыпает. Такой уникальный ребенок. Но днем мне ее так было невозможно уложить. И я ее покачала. Но она моментально засыпала. Вот так вот пройдусь два раза, она уже спит. И перекладывала в кроватки, и днем она может спать часа два. А еще у Насти появилась новая фишка. У меня ни у кого у детей такого не было. Раньше я ее кормила, она засыпала. А сейчас, вот последние дни, я укладываю ее спать, и ей нужно куда-то чем-то занять свои руки. То она мне тут что-то щипает, лазит в рот. Я, конечно, не даю, чтобы она залезала мне в рот, понятно. Но ей прям нужно куда-то залезть, куда-то поковыряться. То волосы мне накручивает. Я не знаю, вроде бы девятый ребенок, но я говорю, у меня никогда такого не было. Я знаю, что у кого-то дети засыпают, когда трогают мамину грудь. Я такое слышала. Кто-то, не знаю, гладит руки своей маме. Я не понимаю, что мне дать Насте, потому что я начинаю гладить ее ладошку. Вот она лезет мне в рот. Я, конечно, руку убираю, потому что я представляю, если сейчас она так привыкнет засыпать, около моего рта, ну это ужас, или волосы накручивать. Я начинаю гладить ее ладошку, чтобы она засыпала. Но она начинает злиться, начинает опять лезть мне в рот какой-то караул. В общем, не знаю даже, что с этим делать. А еще мы, наконец-то, убрали отсюда комод. Мы поставили в прихожую, я вам потом покажу. И как же стало хорошо. Теперь я прохожу и не отбиваю себе ноги, потому что все равно, знаешь, бочком проходила. Вот так вот прохожу, и то задену пяткой вот эту вот кровать, то ногами, пальцами комод. В общем, здесь, конечно, вообще был не в тему. И Сереже нужно будет повесить сюда кронштейн. Помните, я показывала вам, на Валберес покупали. И посередине повесим телевизор. Вы мне пишите, Ирина, вы успеваете смотреть телевизор? Вот честно, я даже не помню, когда в последний раз смотрела его. Но у нас бывает, допустим, старшие дети смотрят какое-то кино, и малышам вообще это неинтересно. И я разрешаю здесь посмотреть. Ну или наоборот. Малыши смотрят на диване, ну а старшие здесь. Девочки, вы знаете, как я люблю сладкое. Стараюсь, конечно, себя сдерживать, но все равно хочется периодически какую-нибудь вкусняшку. И вот на днях заказала попробовать новенькое для себя печенье от бренда Спорти. У Спорти сейчас акция на бокс Ассорти Топ-10. И в нем собрано 10 самых топовых вкусов протеинового печенья Спорти. Каждое печенье в индивидуальной упаковке. И суперудобно взять с собой на перекус. Печенье весит 40 грамм. Вроде небольшое, но сытное. А все за счет белка в 10 грамм. Углеводов мало, а вот пищевых волокон то, что надо. Печенье не похоже на протеиновое, оно мягкое. Действительно похоже на бисквитик, но в то же время слегка рассыпчатое, не сухое. Смотрите, я сначала попробовала соленая карамель. Печенье выглядит абсолютно обычно. Внутри есть карамельная крошка. Оно действительно мягкое, как бисквит. И по вкусовым ощущениям напоминает маффины с начинкой карамель или вареная сгущенка. Здесь у нас пинаколада. Это печенье мне захотелось попробовать вторым из-за его вкусного названия. При вскрытии этой яркой упаковки ощущается приятный яркий фруктовый аромат, полностью соответствует и оправдывает свое название. А тут я взяла малиновый чизкейк. После вскрытия упаковки ощущается приятный аромат малины и чизкейка. Тут у нас двойной шоколад. Упаковка выглядит привлекательно. И в составе печенья шоколад без сахара. Здесь у нас вот такое вот клубнично-летнее оформление с клубникой. Вкус приятный, немного кисловатый. Ягодные и клубничные семена похрустывают. А тут я взяла шоколад фундук. В составе орехи и шоколад без сахара. Как раз в разрезе хорошо видно орехи и шоколад. Само печенье выглядит аппетитно. Издает приятный ореховый аромат. Здесь состав один в один, как у первого варианта. Соленая карамель. Но цвет у него явно более темный. А во вкусе есть сливочные нотки. Тут банановый брауни. На вкус печенье достаточно вкусное. С выраженным вкусом банана. И кусочками шоколада без сахара. А вот тут шоколад кокос. И в печенье много кокосовой стружки. Любителям кокоса оно очень понравится. Также присутствует шоколад без сахара. Шоколад арахис. Печенье пышное и мягкое. Вот так оно выглядит внутри. Шоколад тоже без сахара. Мне очень понравилось печенье. Оно питательное. Хватит на хороший перекус. Или, например, если нет возможности нормально покушать. После него долгое насыщение. Оно без сахара, вредных добавок и низкокалорийное. Однозначно буду покупать его снова. Поэтому рекомендую попробовать печенье и вам. И, конечно же, я оставлю ссылочку в описании под видео. Переходите. Запланировала я погладить одежду. И, вы знаете, глажу только одежду на выход. Футболки, сарафаны, платья. Вот так вот, чтобы дети гуляли в поселке, я не глажу. Это бесполезно. Они в день меняют одежду по несколько раз. Постоянно я стираю. И совершенно нет смысла ее гладить. А вот так вот на выход, чтобы у меня было все готово. Люблю, когда все заранее поглажено. Смотрю на место, там, где стоял у нас комод. Как же без него хорошо, вот скажите. Причем, когда мы поставили, мне казалось, да нет, нормально. Зато есть полки, удобно. Но мне хватило, наверное, месяца или полтора, чтобы понять, все-таки ему тут не место. И мне, кстати, писали, что бывают узкие комоды, прям 30 сантиметров. Но я поняла, что я вообще не хочу туда ничего ставить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А я на Валберис купила набор детских вешалок. Хотела посмотреть, мне понравилось. Возьму еще. Они бархатистые и удобно, что с нее не слетает одежда. Сарафаны держатся, футболки. А еще взяла набор крючков для вешалок. Увидела тоже случайно. И они мне так понравились. Они действительно экономят место в шкафу. И вот, смотрите, я этот крючок надела на вешалку. И теперь могу еще одну вешалку на нее повесить. Получается, на одной вешалке можно, ну, несколько футболок так точно повесить. Здесь я вешаю как раз Сережу на футболке. Потом я и мужа так повесила. И сарафаны. Все что угодно можно так сделать. Надо будет еще докупить. И мне еще нужны вешалки для нас взрослых. Мне не хватает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше у меня по плану было разобраться в прихожей. Здесь как раз мы уже все пообедали. Здесь такой творился ужас. В общем, малыши приходят с прогулки. Они любят играть в песочницы. И приносят домой столько песка. Я им сразу говорю. Переодеваемся в этой прихожей. Они здесь снимают уличную одежду, шортики. И оставляют здесь. И я беру эти шорты. И там в карманах столько песка. Поэтому мне обязательно надо здесь подмести, помыть полы. Плюс на полу лежали какие-то шапки, перчатки. У нас обычно может Андрюша либо Сережа достать из полок. Когда ищут кепку или еще что-то. Я сейчас все подниму. Складываю пока что все на комод. Но потом его разберу. Чтобы он не захламлялся. Хотя я представляю, это будет опять горячая точка. Где будет просто все лежать. Начинаю подметать. Взяла нашу обычную метлу. Вообще у меня для прихожей всегда есть такая метелка. Чисто, чтобы подмести здесь песок, землю. Но куда-то дети ее подевали. Малыши, наверное, на улицу утащили. Поэтому взяла наш веник, метлу. Подмету, а потом его хорошо помою. Песка, конечно, было очень много. И я в голове себе поставила большую такую галочку, что я молодец. Все это сделала. Потому что хотелось прям самой качественно подмести. На днях там мыл Леша. Он говорит, мам, я помою полы. Пошел помыл, как смог. Но он молодец. Но мне хотелось, конечно, более тщательно все убрать. Это, конечно, ненадолго. Потому что дети вечером пришли с прогулки. Опять много песка. Но, конечно, не целый совок. Надо поддерживать порядок. Да, и сразу стараться убирать. Хорошо, что сейчас нет дождей. Если будет очень сыро, то дети будут приносить не песок домой, а глину. Здесь показываю наше зеркало. Тоже все заляпанное. Но я совершенно не жалею, что у нас здесь во весь рост. Это очень удобно. Я быстренько протру, и все будет чисто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Какие планы у нас на ближайшие дни? В это воскресенье к нам должны приехать и будут делать дренаж здесь и ливневку. А еще будем делать отмостку вокруг дома. Ну, а потом надо будет еще нам утеплять в итоге цоколь. Конечно, хочется еще сделать дорожку от нашего крыльца до калитки. И нужно нам еще сделать площадку для машины. Но, опять же, это в идеале. Нам еще нужно утеплять цоколь. Под домом еще нужно будет убраться, достать оттуда. И мусор. Чего там только нет. Ну, а так, конечно, сделаем отмостку, дорожку обязательно. По поводу газона. Не знаю, в этом году будем делать или нет. Как пойдет. Прохожу мимо и поняла, что я не сказала по поводу газа. Нам где-то недели или две назад уже подключили газ. Так что ура! Сюда вставляется сим-карта. Скачивается приложение. И оплачивается через телефон. Удобно. Никакие ночные говорили. Прям ветер, мне кажется, задувает. Когда мы жили здесь в марте, были еще морозы. Было минус 20. И у нас, помню, за холодный месяц вышло где-то 1015 за отопление этого дома. Поэтому, уверена, с газом это будет гораздо дешевле. И хотела вам показать наши теплицы. Во-первых, наконец-таки мы посадили наши огурцы. Помните, они у нас стояли на окне. Мы посчитали. Два месяца стояли. Какие-то уже прям прижились. Вот-вот. Показываю. Но есть слабенькие, которые, скорее всего, не приживутся. Так что здесь у нас теплица будет с огурцами. Здесь сюда посадили помидоры, перчики. С нами поделилась наша бабушка рассадой с помидорами. Вот Сережа все это посадил. Причем, когда он посадил, они начали заболевать. Я думаю, ну что такое. В том году, помню, у нас уже росли помидоры. И они заболели. И когда он их пересадил, они тоже начали болеть. Но нам сказали, что когда они приживаются, они могут чуть-чуть поболеть. Но в итоге сейчас все-все хорошо. Видите, Сережа сюда веревочки привязал, плюс сюда привязал тросики. Да, я огородом вообще не занимаюсь. Это не мое. Я люблю собирать. А Сережа у меня любит этим заниматься. Так, а здесь наша клубничка. Сережа ходил к тому дому, где мы жили. Помните, где мы снимали? Там у нас была наша клубника ремонтантная. И Сережа решил сюда посадить. Есть кустики, которые там уже подсыхали. Ну ничего, посмотрим. Выживут, не выживут. Смотрите, клубничка уже. Так, здесь клубника. Вон ягодка. Сережа каждый вечер поливает. В том году, чтобы хоть как-то влага в земле оставалась, он сюда клал, ну там, где мы жили, он клал сено. Но здесь у нас нет травы. В общем, пока нечего сюда постелить. Ну и, конечно, наши кусты с малиной. Мы, когда переезжали в тот дом, мы купили один куст. И, в общем, он разросся. Пока временно посадили сюда. Вот малинка. Не знаю, куда фокус девается вообще, пропадает. Ну, посмотрим, как она переживет переезд. Я переживала, что клубника не приживется. Все-таки пересаживали ее в самую жару. Очень жарко, что за день просто земля высыхает. Смотрите, какая там туча. Сейчас как клеванет. И Сережа сделал здесь тоже грядку. Тоже здесь клубничка. Ну и смотрите, сколько ягод. Красота. Так приятно, да? Вроде бы немного их. Но так здорово, когда что-то растет. И раньше вообще этого не понимала. Мне было все равно. Ну, а сейчас прям с радостью смотрю на эту красоту. Я хочу сегодня на ужин приготовить мясо по-французски. Мне Сережа уже разрезал кусочек. У меня была замороженная свинина. И она хорошо режется, когда она еще не до конца разморозилась. Поэтому Сережа мне порезал на кусочки. В тарелку положу майонез, немножко горчицы, немножко горчицы, хмели-сунели. Все перемешаю. И прям каждый кусочек буду в этом обваливать, да? Мне нужно будет сначала отбить кусочки мяса. И чтобы мясо не разлеталось, я вот так вот пакетик положу. У меня сейчас, кстати, Сережа вешает кронштейн в нашу спальню. Потом вам покажу, как стало. Продолжение следует... Мясо я отбила. Теперь промазываю кусочек майонезом, выкладываю на противень. И мне останется порезать лук, помидоры. У нас старшие дети любят мясо по-французски. Малыши не едят, оно жирновато будет. Поэтому я еще пожарю отбивные, они у нас вообще разлетаются только так. И неважно из чего отбивные, говядина, свинина или индейка, даже куриная грудка получается очень сочная, вкусная. Очень хорошо у нас все это съедается. На мясо выкладываю лук, помидоры порезала. И потом на помидоры сразу положу, значит, я буду перемешивать тертый сыр, чесночок, майонез. Все это хорошо перемешаю. Можно еще сливки добавить, кто как любит. И сверху на помидорки положу. И можно убирать в духовку на 190 градусов минут 40-45, в зависимости от вашей духовки. Я обрала в духовке. И теперь делаю отбивные. Сначала я обваливаю в муке, потом в яйце, потом в панировочных сухарях. И выкладываю на раскаленную сковородку. С одной стороны поджарится, переворачиваю, делаю поменьше огонек и накрываю крышкой. Очень сочно и вкусно. Достала мясо, оно почти готово. У меня осталось немного сыра, я решила еще сверху посыпать. Дети любят румяную сырную такую шапочку, корочку. Убиралась-убиралась, и вам так и не показала, как стоит здесь комод. Вы знаете, когда Сережа поставил сюда комод, я думаю, да, его отсюда придется убирать, потому что у нас здесь шкаф-купе, и здесь выдвижные ящики. И вы знаете, я сейчас убирала туда шапки. Сейчас покажу. И в итоге эти ящики спокойно открываются. Ну, как спокойно? Они, конечно, докасаются до комода, но это, по-моему, максимум в любом случае. Мне очень нравится этот комод, и я уверена, что он постоянно будет завален. Ну, вот, ой, как ни крути, но ладно, пока пускай стоит здесь. А я, кстати, на Валберес опять купила тапочки. Знаете, удобно, когда гости приезжают, тапочки дать. Здесь у меня покрывало, это я маме в подарок взяла. Вот, такие вот дела, кстати. На Валберес еще взяла девочкам такие разные косынки, платочки. В храм ходить, смотрите, какая красота с цветочками. Надо все это поотрезать. Больше всего не люблю отрезать бирки, этикетки. Так что надо все это снять и аккуратно убрать на полку. Здесь у меня всякие сумки, рюкзаки хранятся. Ну, а здесь верхняя одежда. Вот, такие дела. Так что посмотрим, оставим тут комод или нет. Да, конечно, как говорится, не бывает лишних полок, да. Всегда найдется что-то доскладывать. Ну, посмотрим, как зимой будет. Не знаю, вроде бы нормально. Ничего, я очень рада, что мы увеличили этот тамбур. Кто нас смотрел давно, помнит, что у нас прихожая была в половину. Я даже не представляю, что бы мы сюда уместили. Ой, я жду, когда Сережа поставит эти двери. Вот, что у нас тут? Здесь у нас верхняя одежда. Не очень все красиво, но пока как есть. Я, кстати, там вот ничего не убирала. Сережа повесил кронштейн, но там не подошли болты для телевизора. Поэтому надо будет поехать завтра на рынок и купить. Не сможем сегодня повесить. Ну все, ужин у меня готов. Аромат стоял на весь дом. Причем пахнет больше всего на втором этаже. Отбивные готовы, мясо готово. И для Сережи с Надей я приготовлю еще себас. Я достала мясо и как раз буду убирать в духовку две рыбки. Друзья, я уже буду заканчивать свои видео. Огромное спасибо, что вы досмотрели до конца. Буду купать малышей, укладывать их спать. Настуша уже прикладывается. Я вот так вот с ней хожу, и она еще себе поет. А-а-а, вот так вот напевает. Завтра Сережа повесит телевизор. Уже темнеет на улице. Дом, ты поешь. А я, смотрите, что сделала. Купила на Валберс такую вазочку. За 200 рублей, что ли. И вот так вот решила. Помните, у меня гипсофила была в плетеной вазе. А я решила вот такую маленькую поставить. Внутрь положила тоже гипсофилку. Так нежно смотрится. Ну, наверное, я поставлю все-таки это на окно. Потому что это все-таки стекло. И дети могут разбить. Да, Настюш, давай помаши ручкой. Скажи всем пока-пока. Помаши ручкой. Пока-пока. Вот так вот всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.